Теперь разберемся с самими насосами, с динамическими объемными, что нам дают, почему ставятся насосы разного типа, почему не поставить один тип, везде не поставить центробежный или везде не поставить, к примеру, эжектор, и пусть все работает, как работает. Ну, не совсем это было бы правильно, а каждому уровню жидкости, если вам необходимо подавать постоянный рейд, то вам нужен насос динамический, динамический центробежный. Какие у него плюсы, какие у него минусы, так скажем, особенности. Из плюсов это способность работы на закрытый клапан. То есть, что это для нас значит? Перед тем, как запустить насос или перед тем, как остановить насос, центробежный динамический насос всегда запускается и останавливается на закрытый дичардж валф. На открытый никогда его не запускаем, но при одном условии, что он у вас заполненный. Сухой насос ни в коем случае не запускаем, ни за открытый, ни на закрытый, ни на закрытый клапан. Центробежный насос практически всегда запускается на закрытый напорный клапан, да, то есть уже в заполненном состоянии и с открытым клапаном подачи. Это разберем чуть позже, более предметно. Тот, кто работает на линейной грузовой системе, имеет систему АУС. Система АУС поможет выбрать остатки газа из самого насоса, из корпуса насоса. Если же это ребята, которые работают на системе ФРАМа, они знают, что открывают дичардж валф после того, как запущен насос на низких оборотах, с низким давлением. Из его недостатков, так скажем, особенностей, недостатки отсутствует сухое всасывание, то есть он не может создавать вакуум. Сам по себе динамический насос, он может только передавать жидкость, передавать энергии уже существующей жидкости, которой он заполнен. Если насос не заполнен, или корпус насоса не заполнен, или он не погружен, то создать вакуум для того, чтобы поднять жидкость или толкнуть ее не сможет. Всегда запускаем наш центробежный насос, пусть это будет судно с помпрумом, пусть это будет морфлекс, всегда запускаем, даже в ФРАМа, всегда запускаем заполненный насос. На пустую никогда насос не крутим. Если у вас отсутствует сухое всасывание, то вы не сможете поднять необходимую жидкость для того, чтобы заполнить ваш насос. То есть надо его заполнить или с помощью системы АУС. Если АУС по какой-то причине не работает, на насосе установлен Drain Valve. Мы его тоже рассмотрим и расскажу, покажу, что с этим делать. Так, сейчас прочитаю для того, чтобы закрепить. Отсутствует сухое всасывание у динамических центробежных насосов, то есть это неспособность в центробежном насосе создавать вакуум в патрубке всасывания. Из-за этого насос запускается тогда, когда в рабочую камеру есть свободный доступ обрабатываемой жидкости, и она уже заполнена. Надеюсь, с этим мы разобрались, идем дальше. Объемные насосы. У них есть сухое всасывание. То есть piston pump может создавать вакуум в патрубке всасывания и, само собой, может поднять или подтянуть жидкость с необходимой глубины и доставить ее на необходимую высоту. Эти насосы, поэтому, могут быть использованы как зачистные, а также могут быть использованы как аварийные. Почему так? Потому что, когда наш центробежный насос не имеет достаточного количества, достаточного подпора жидкости, эта жидкость не обеспечивает стабильную работу. То есть насос идет в разнос или начинается кавитация. Когда наш динамический или центробежный насос начинает кавитировать, он не может обеспечивать необходимый дичарджинг рейт, а также он получает в результате кавитации очень сильные повреждения. Последствия, которые не позволят вам пользоваться этим насосом. В тот момент, когда вы выгрузили свой танкер до какого-то уровня, когда динамический насос или центробежный работать не может, вы подключаете свой объемный насос. Это, конечно же, пистон памп, зачистной или стриппинг насос. Он имеет сухое всасывание, и он способен подтянуть то небольшое количество жидкости и закончить выгрузку. То есть, я думаю, с этим тоже разобрались. Какая у него особенность объемного насоса? Так как он работает с объемом жидкости, то есть с изменением объема рабочей камеры, у него нет способности работы на закрытый клапан. То, что мы использовали в нашем центробежном, это было как плюс, здесь это больше как минус. То есть, если мы будем работать нашим стрипп-насосом на закрытый клапан, мы можем раздавить клапан и деформировать грузовую магистраль. Для того, чтобы этого не произошло, есть так называемый клапан сброса или escape valve или safety valve, который установлен на самом стрипп-насосе, и он позволит сбросить давление. Но так как он у вас установлен и не был оттестирован, я предполагаю, с самого момента установки, то проверять этого не стоит.